Равин Джеффри Канн 30 лет возглавлял различные конгрегации. Говорит, что главным в работе он считал помощь семьям, страдавшим от эпидемии ВИЧ-спид. Теперь он владелец единственного в Вашингтоне семейного бизнеса по продаже медицинского каннабиса. Равин говорит, что для него это логичное продолжение дела, которым он занялся десятилетия назад. Я знаю, что такое нуждаться в медицинской марихуане. Мой тесть страдал от рассеянного склероза, у него были болезненные спазмы, и только марихуана умеряла боли. Но доставал он ее с трудом. Сейчас на законных основаниях можно предоставить людям доступ к качественному лечебному каннабису. Да, для меня это святая работа. В Вашингтоне закон о легализации медицинской марихуаны был принят еще в 1998 году. Однако Конгресс США, которому принадлежит высшая власть в федеральном округе Колумбия, заблокировал его. И только в 2013 году житель Вашингтона смог купить медицинскую марихуану законным путем. На сегодняшний день в американской столице действуют пять специальных центров по продаже травки в лечебных целях. Этот диспансер, где можно приобрести медицинский каннабис, находится в одном из непримечательных районов Вашингтона. Людей сюда пускают небольшими группами. И исключительно при наличии специальной справки, выданной только врачами из Вашингтона. А само здание оснащено системами безопасности. В отличие от некоторых других штатах, где использование марихуаны в лечебных целях разрешается лишь при наличии определенных болезней, в Вашингтоне все решается путем соглашения между пациентом и врачом. У нас самые разные пациенты, начиная от новорожденных и заканчивая пожилыми людьми, которым больше 90 лет. Зачем им каннабис? Для того, чтобы лечить детей больных эпилепсией, перебороть тошноту в период химиотерапии, избавиться от хронических болей, вылечить депрессию. Сегодня в диспансере Равина пациентам предлагают целое меню – травка на любой вкус и состояние здоровья. Все это стало возможным благодаря политике невмешательства при администрации Обамы. Она предусматривала – федеральные прокуроры не трогали растущую легальную отрасль в Штатах до тех пор, пока участники этого рынка не нарушали федеральные законы. Например, не начинали продавать траву несовершеннолетним. В результате 29 штатов США и округ Колумбия в тех или иных рамках легализовали марихуану. Однако в январе этого года министр юстиции США Джефф Сэшнс принял решение не следовать политике администрации Обамы. Теперь федеральные власти могут вмешиваться в дела штатов, когда речь заходит о марихуане. Новое регулирование можно описать одним словом – путаница. Бизнесы будут страдать от неопределенности. За последние годы мы убедились в том, что благодаря легализации марихуаны каннабис переходит из рук преступников в руки честных бизнесменов, которые платят налоги. Журналист газеты «Вашингтон-Пост», который следит за развитием многомиллиардного бизнеса по производству и продаже каннабиса, говорит, что даже при особых усилиях федерального правительства свернуть бизнес не удастся. «Доход огромный. В восьми штатах и в Вашингтоне, где марихуану легально использовать не только в медицинских, но и в развлекательных целях, бюджеты потеряют существенную сумму при криминализации каннабиса. Например, в Колорадо бизнесы в этой сфере крепко стоят на ногах». На сообщение с Сэшнса сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер ответил угрозой. Если министр юстиции не передумает, то Гарднер будет блокировать все дальнейшие назначения в Минюст. «Доходы от легализации марихуаны превзошли все ожидания властей Колорадо. Налоги от продаж марихуаны, десятки миллионов долларов местной власти направляют на строительство дорог, на поддержку образования и здравоохранения, на помощь бездомным». Но, впрочем, пока у федерального правительства нет четкого плана вмешательства в политику штатов в вопросах регулирования рынка каннабиса. «У этого диспансера уже полторы тысячи клиентов. Равин вместе с женой и двумя сыновями. Работают здесь каждый день, за исключением шабата. Скоро они откроют еще один центр по продаже медицинской марихуаны. Теперь уже в штате Мэриланд, где этот бизнес только начинает развиваться». «Я всегда говорю, несмотря ни на что, мы будем продолжать наше дело». Ануша Витисян, Артем Кохан. Настоящее время Америка. Вашингтон.